Появление новой схемы обращения с отходами в Московской области – ответ на экологическую угрозу, которую представляют 39 мусорных полигонов. Комплексная область начала решать проблему 6 лет назад именно со свалок, где скопилось 120 миллионов тонн отходов. О перспективах формирования новой схемы обращения с отходами говорили на пресс-конференции с участием руководства региона. В Московской области была создана для России уникальная система, четырехэтапная программа, которая из четырех римских цифр состоит, перехода к современной индустриальной технологии обращения с отходами. Я хочу сказать, что все страны Европы проходили этот путь. Подмосковная система обращения с отходами предусматривает закрытие существующих полигонов. С 2013 года 26 уже перестали работать и проходят рекультивацию. Построены 4 современных комплекса по переработке и заводы по термическому обезвреживанию. Наполовину уменьшает объем мусора двухконтейнерная технология сбора отходов. На большинстве контейнерных площадок появились серые и синие баки. Мусор из этого бачка мы можем более чем на 50% вернуть во вторичную переработку. И только благодаря этому бачку у нас на полигоны ежегодно не будет попадать 2 миллиона тонн отходов. Мы даже в этом году вплотную подошли к цифру миллион. Не попали на полигон. Означают, что отходы пошли на вторичное использование. С нуля. В Подмосковье создаются 12 комплексов по переработке отходов. Четыре уже работают, пятый открывается в Егорьевском районе. Мы инвестировали только в оборудование более 300 миллионов рублей. И эта сортировка позволяет нам отбирать 20% вторичных минеральных ресурсов и до 30% органики. Если в Егорьевский комплекс только готовится к открытию, то подколумной первой линии работает. Она оснащена передовыми средствами контроля как за передвижением мусоровозов, так и за безопасностью поступаемых отходов. Это сейчас мы видим, что реально пришел. Отходы пришли, и они вот так сортируются. То есть пока мы с вами сидим, где-то килограмм 200-500 отсортировалось, да, или даже больше. Да, абсолютно верно. Они проходят рамку радиационного контроля, они взвешиваются, они отправляются на сортировку, где происходит отбор до 18 различных фракций. Современный комплекс по разделению мусора появится и в Щелкове, на месте заброшенной станции сортировки по улице Заречной. Рекоператор Харти выкупил земельный участок, будет заниматься его рекультивацией и, соответственно, организовывать там полноценную сортировку. 50% отходов, мелкий мусор, стекло, отдельные виды пластика, непригодные для использования, пройдут термическую обработку. Другого способа кратно уменьшить его объем и избавиться от токсичности ученые еще не придумали. Мои оценки и оценки других специалистов уже давно, несколько лет назад, показали. Даже за две секунды реализации в камере по термической обработке отходов температуры 1260 градусов, которые гарантируются технологиями заводов Хитачи, Цоса, Ненова, все это сгорает в диоксид углерода, воду и хлористый водород. Под лицензионным контролем швейцарско-японского холдинга Московская область строит завод в Воскресенском районе. Уже построено 1500 таких предприятий, не менее. 200 предприятий строятся в данный момент. 32 предприятия строятся, например, в данный момент в Европе. Область перенимает и другой европейский опыт, открывает бесплатные пункты для сбора крупногабаритного мусора. Один из первых появился в Рошале. Отслужившие мебель, холодильники, автопокрышки хозяева оставляют в мегабаках, откуда их увозят на переработку. Это ещё 600 тысяч тонн отходов, которые не будут просто так закопаны в землю. Михаил Налётов, Щёлковское телевидение.